Раньше только у богатых было, говорят, у меня депрессия, разыгралась мигрень. Да, как хандра. Вот смотри, у богатых, они такие болезни. Депрессия. Мигрень. Мигрень. Потом катаракта. Любага. Да, или глаукома. Даже на этот. А у нижних, у них такие болезни. Чесотка, да, геморрой. Вот. И вообще... Не бираешь во внимание эти заболевания Венеры и заболевания, связанные с зоной 1 миллион долларов и с простатой. Ну. Я имею ввиду предстательную железу. Короче, вообще вот почему депрессия? Вот нам говорят, я в депрессии. Не лезьте ко мне, не приставайте. Че ты в депрессии? Понятно, когда ты говоришь, я в депрессии. Да. Это значит... Это все понятно? Это понятно. Одно ночь и девять месяцев у депрессии. А то леди, у тебя все хорошо. Ты работаешь, отдыхаешь, да? Или... Жена. Жена. Сын. Дочь. Квартира, да. Собачка. Че ты в депрессии? Шесть соток у тебя дядя. Че ты в депрессии? Сейчас понятно, а витаминоз? Ну, зима, что делать? Вот смотри. Земли шесть соток. Ну. А зарплата одна сотка. А лучше б на отворот. Лучше б зар... Одна сотка и шесть соток зарплата. Не, ну так... Можно в депрессию упасть? Можно, можно. А еще почему? Ну, конечно, можно сказать, вкалываю, вкалываю целыми днями. Бьешься и бьешься, и бьешься, и бьешься. Да, да. С утра на ночи бьешься и бьешься. Да, а потом... А потом взял и кракнул. Вот жизнь прошла. Прокоптил нечего. Только пер. Пер я как... Ну, есть, да, которым мало все. Прут все, да, мало. Денег мало. Машина не новая, не навороченная. И вот всю жизнь так, давай, мне. А потом взял и кракнул. И инжектор барахлит. Ну, у меня DVD и домашний кинотеатр. Уже не модной системы. Но она модной. Нахрена у тебя шею надо? Стань на лыжи побегать. У тебя депрессию как рукой снимешь. Конечно, блин, по ночам урочеку по своему кинотеатру зыришь, так и шалеть можно. От этого депрессия. От этого депрессия. Нечего хотеть. А те, кто эту урочеку снимает, вы думаете, у них депрессии нету? А у них мужика, кстати, нету. А они депрессии не там лечатся. А они куда едут? Вон, не съездили вы в Таиланд? Ну. Мы не хотим никого обидеть, но. Что от момент депрессии многие получили? Правильно. Последний подписной лист. Ну. И бесплатный рейд домой. Да, и бесплатный тайландский спальный мешок. Одноразово воспользовался. Ведь есть рядом лес. Ты когда давно в лесу был? Ты птиц, когда? Не, у него парки. Ты когда, когда я последний раз птиц кормил? С руки, а? С руки когда кормил? Чупрессия у тебя. Когда ты рыбкам кидал какой-нибудь корм? На рыбалочку, когда ты ходил? Да я знаю твоей рыбалки. Да вообще, когда ты последний раз книжку читал? Депрессуешь ты сидишь. Какую-нибудь. Ну. А кроме сканглона. Мы не берем сложный. Мы не берем этого Достоевского. Нет, Достоевский я тебе что-то скажу, Щерожа. Вот он сумасшедший был. Ее с собой нельзя носить. Их тяжело. Толстой, Достоевский. Ну хотя бы эту. Нет, Толстого, если почитаешь, сам в депрессию впадешь. В билетристику. Почему? Почему? Потому что ты читал «Войну и мир» до конца? Только по честности. Я только в конец и прочитал. А я как взглянул на этот печатомничек, я что-то решил, не надо даже начинать. А он еще там с подвипертом написал, что типа в начале книжки как будто надо подумать, а потом как с конца. Я про эту прочитал все, про Каренину. А я не читал. Я думал, что это трейлер. Мне сказали, говорит, четкая книга, бабе голову отрубает. Я читал, читал, думал детектив. Читал, читал, до конца дочитал, а там так, драма. Ну. А она с одним, он с другим. Да. Вернее, она с этим пошла. А в ее честь. А потом депрессия и на рельсы башку положил. Ну так а при чем машинист? Ну. Я вот хочу узнать, что ты Каренин. Да, он-то сядет. Ну не сядет, но за руль уже не сядет. Не, ну на каторгу я вот сошел. Ну его теперь депрессия. Вот если бы про его написал, Толстой. Да. Написал бы машинист, который... Вот книжку. Которую задаю Каренину. Которую задаю Каренину. Ну как у его жизнь пошла потом. От этой сбитой, избитой барышни. Вот у него, наверное, точно депрессия была. Пив, наверное, сутками. Не, ну что это вообще за метод? Да пошла ты в лес, да и повесилась тихенько. Не, в лесу тоже нельзя грибников пугать. Ну там хоть жмирам корм будет. Я считаю, если вешаться, так надо над муравейником. Над муравейником, да. Чтоб красиво было. Вот. А там да, грибников пугать. Чтоб ем было поесть. Подумайте о других. Прежде чем что-нибудь совершить. А то да, на рейдсе это... А в ванной, к чему это что? Ну, что это такое? Вообще, к чему этот суицид? Для чего он нужен? Он даже называется су-и-ци-ци. Чего ты ссышь? Жизнь, она прекрасна. Вот нам живется. Знаете, сколько мы? 16 лет. 16 лет одни пролежный понос. Пролежный понос. Сыпки лишай, да. А то дна. Ну. Открылось, приоткрылось волшебное окно, зацверкали лампы, подключили микрофоны, диоды. Одели маску, сказали... Ну и вот, вот он мир. Ну. Понимаете как? Мир галлюцинаций. Столько мы ждали. Это когда нам пяточные мозоли удаляли, нам общую анестезию делали. И начебе, и популярность народная, и все, и все, и все, и всякие. Ну. Ну, да. Тулупы вон выдали. Тулупы выдали, и валенки новые. Теперь, теперь франк. А нам как выдали, так сразу почепление. Плюс пять, плюс семь. Да. Так мы... Ну, хорошо, хоть в валенках этого памплет научу еще там головой спать. В валенке можно еще по лучку пратать. Ну. Вот. Поэтому, люди, не занимайтесь вы ерундой. Съедете, развеетесь, полите костер, пожарьте вы этого мяса на костра. Вкусно же. Что у тебя депрессия? От мяса может депрессия быть. Да, конечно. Нажрался, что уже от мяса депрессия. Надо просто всего по чуть-чуть. Спорт, свежий воздух. Ну. Так, конечно, захереть. В конце концов, секс тоже никто не отменял. Да это нормально, если без извращения, если плетками не бить себя. Надо людям попадать, либо быть. И многие депрессия, кстати, из-за женщин. Да. Сейчас они какие-то настороженные, особенно вот эти министки. Ну. Да. Рыкают. Рыкают не дают. Ну. Синоборствами заниматься. Надо, кстати, указ какой-то выдумывать. Но я думаю, от любой, от любой, самой даже запущенной депрессии, есть всегда незаменимое средство. Это латекс. Или изделие из него. Что... Ну об этом почте, да. Сейчас не буду. Только надо знать, какие масла использовать. Ну. Субтитры создавал DimaTorzok